Добро пожаловать на канал, меня зовут Вадим. Как сами можете наблюдать за моей спиной очень большое количество составов. И да, это большой тест лучшего привож состава. Что такое привож? Это состав, который наносится предварительно перед самой мойкой. Определение этого понятия неоднозначно и в разных странах, и в разных брендах под ним выступает разный состав. Вообще понятие привожа как состава популярно в Англии и в Польше. Ну а, например, в Америке такого вообще нет. В оригинальном понятии привож это обычно цитрусовый и реже щелочной состав, который наносится на кузов перед нанесением первой фазы, то есть пены. И он позволяет растворять грязь, особенно там, где ее обычно многое, например, по низам дверей. Тем самым, чтобы бесконтактный шампунь лучше отработал, чтобы после него осталось минимум загрязнений. Поэтому такие составы очень хорошо применять, когда у вас сильно грязный кузов и вы используете, например, деликатные нейтральные составы, которые не очень хорошо могут отмывать сильные загрязнения. Такой состав обычно называется производителем как Traffic Film Remover, ТФР, очиститель дорожной пленки, либо цитрус привож, цитрусовый очиститель. Но также под таким понятием привожа у других производителей выступает именно бесконтактный шампунь. Он может быть более сильнодействующий. Название, например, может быть Snow Foam, привож, то есть вот такое обозначение. Ну и еще одним составом, который может также относиться к понятию привожа, это выступает APC, то есть универсальный очиститель. И он также может быть на цитрусах. Итак, получается, что под понятием привожа, то есть предварительные мойки, это как бы нулевая фаза, ну либо также первая фаза, выступает как сами привожи цитрусовые, так и обычные бесконтактные шампуни, возможно щелочные, ну и также универсальные очистители. Есть мнение, что цитрусовые очистители лучше справляются с подобными сильными загрязнениями, но в плане деликатности к защитным составам, например, воска, они воздействуют сильнее. Этот момент в тесте я не проверял, поэтому по данному пункту ничего сказать не смогу. У меня на машине нанесена керамика, но возможно в будущем сделаю отдельный тест на воздействие как раз-таки разных составов на защитные покрытия, в том числе там те же воска. Ну а в текущем тесте примут участие все 24 состава, и так поехали разбираться. Я взял самые разные составы, которые у меня были, это и APC, и TFR, и обычные бесконтакты, и также нейтральные шампуни чисто ради интереса и сравнения. Ну и также еще есть один ручной шампунь. Тест проводился весной, когда тает снег, на дорогах много грязи, машину почти бесполезно мыть, потому что через полчаса она будет такой же грязной, поэтому это как раз-таки идеальное время для такого теста. Как раз получить очень грязную машину достаточно легко. Но опять же машина под керамикой, нанесен Адамс Керафен Керамик Кодинг уже практически год, и она шикарно работает. И поэтому машина не так все равно пачкается, как машина без покрытий. И в целом тест вообще затянулся примерно на 2 месяца. Как вообще проходил тест? Я налил каждого состава в нужный рекомендованным производителям концентрации. В основном это был 1 к 10. У некоторых это даже был 1 к 5, а у некоторых даже 1 к 100. Вообще не все составы указываются, что они могут быть разведены. Их конечно можно применять и без разведения, но они наверняка будут чистить лучше. Но это не совсем экономично. Поэтому в целом концентрация 1 к 10 является вполне нормальной. И по сути все бесконтакты наносятся именно в такой концентрации. Визуально я делил области на машине, убрал двери и заднюю часть, как самые грязные элементы, и наносил через триггер. То есть наносилось в виде эмульсии. К целом при воши так обычно и наносится. Затем через пару минут смотрел на результат, как каждый состав отработал на своем участке и затем уже смывал водой без давления. Просто из электрического распылителя. Ну и смотрел результат уже после смытия водой. Делал это специально без давления, чтобы показать именно как отработал сам состав без помощи давления. Потому что с давлением степень очистки конечно будет лучше. Ну и чтобы более заметно показать разницу между разными составами, как они отработали. И также еще одна причина, то что не было возможности использовать аппарат высокого давления. Также первоначально для себя я решил, что буду степень очистки измерять в баллах, и максимальный балл будет 10. Но в ходе теста понял еще один момент, что лучше разделять на две оценки и за каждую проставлять баллы. Первый это будет балл за очистку первоначальной грязи, а второй уже за очистку пленки и статики. Это сразу заметно, когда у вас, например, покрытие, вы нанесли шампунь, смыли, и нету гидрофоба. Вот этот участок прям сразу же видно, что там именно пленка. Вот как раз таки и способен ли такой очиститель убрать эту пленку и вернуть гидрофоб. То есть максимально очистить все загрязнения. Ну понятно, что полностью статику никто из них не уберет. Вот такая будет оценка. Само видео по каждому составу я не снимал, потому что это все будет очень долго. Поэтому буду показывать именно фотографии и немного вставлю видео отрывков, как это все работало. Ну и расскажу, естественно, свои впечатления по работе от каждого состава. Ну а потом приведу сравнительную таблицу со всеми результатами. Итак, впечатления, и мы поехали. КОНЕЦ 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 так первая у нас часть оба косметика примус 1 далее у нас идет шаник эридж они оба отработали одинаково следующая пара у нас идет крисмос фон вот этот и цвета с баги вот он визуально одинаково но по грязи все-таки цветов с баги чуть получше чуть-чуть если сравнить все четверо то вот эти два лоба косметика и шайни отработали на один бал лучше чем двоится от фонхерс визуально это видно но после смыла конечно одинаково но им на грязь вот эти два тянут получше и причем наверное шаник эридж я бы отдал больше еще балла потому что него концентрация идет 120 в отличие от всех один 10 итак первый у нас идет dota juice tfr iphone max далее наносим кардзила пойдет вот сюда так визуально грязь конечно тянется но слабее чем другой стороны у кардзила по моему эффект вообще по нуля ну в общем кох работает вообще без вопросов я бы поставил на девяточку shine systems слабее слабее на пол балла точно дальше здесь у нас работал iphone max ну явно слабее чем кох то есть это тянет я думаю где-то на 7 если кох тянет где-то на 8-9 то это максимум 7 кратзила 0 просто нулевой результат я бы ему поставил еще где-то двойку просто 2 и потянул грязь и потянул грязь ну и удивление билдхамбера автоваш это ручной шампунь давайте проверим давайте проверим его замечательно он тянет грязь просто будет посмотреть тут конечно грязь грязи не очень много на двери но это ручной шампунь он грязь тянет лучше чем многие составы ну по тач лесу без вопросов это 9 баллов по автовашу я бы поставил где-то 8 или 7 7 вот точно тянет ну и чтобы не быть православного давайте от зила мы нанесем вот сюда возьмем от него что-то это вообще понравилось и тфр нанесем здесь сбоку очень хорошо пенится ну вот тфр видно что сразу работает а кран зила ноль просто ноль не знаю мне кажется это вообще единичка по степени очистки ну а этот 6 это 6 это максимум это максимум 6 ну а это единичка тач лесу сюда он нанесу и посмотрим если он все стянет ну это конечно зеленый едет банк ну а автоваш я нанесу вот сюда шикарный кастель просто шикарный а вот на работает все а водная пленка пошла вот работа тачкоса вот она только духу а здесь автовоз был это определенные 6-7 баллов смоем нашу дода джуз это первичка щелочная они все щелочные но садику не убирает и это у нас шедевр крадзилла а вот здесь смотрите вот здесь пошла, здесь пошла все, у нас снова чистила, конечно, не хочу сказать здесь тоже все почистили это, кстати, не упал почему-то ну-ка, давайте нанесем это повысится ли он, выпал, повысит все денички давайте смывать да, смотрите, опа, опа ну, в общем, отмечу этот момент вот он именно на разрыв статики вот его смысл, вот его смысл в общем итак, итог по крадзилле чистит грязь он очень плохо прямо единица он вообще ничего не убирает но если у нас остается статика вот он все убирает пусть у него, кстати, какая-то липкость ну, он убрал он убрал здесь был у нас также тачность ииии, да во 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 пошло пошло все вот у нас остатика уходит вот эта эта статика это была статика ее сейчас ну, минимум просто буквально минимум сами видите появились появился гидрофоб это означает что статики нет вот здесь например она есть пальцем привели вот видите здесь уже статики нет вот поэтому что я могу отметить тот же touchless он отправил 9 баллов по моему тесту в плане очистки и ну я ставлю ему десятку максимум по убиранию статики дальше автовож я бы ему поставил где-то 6 7 баллов за очистку и по убиранию статики но он конечно не справляется итак первый состав с которого я начну это будет билдхамбер серфикс hd он представлен здесь я его доставать не буду потому что 5 литров тяжелая тара это универсальный очиститель да то есть он идет вот и бейс и писси декрессер на основе на водной основе идет данный состав разводился в концентрации 1 к 100 действительно эта концентрация очень как бы такая большая и он отлично работает в этой концентрации также еще отмечу момент что я проверял ph для паша я прав свой измеритель паша в целом можно принципе ему верить по результатам измеряемая вода у меня было семь с половиной вполне нормальный результат также сколько я им не мерил понятное дело что показания туда-сюда они прыгают но примерно можно сопоставить и сравнить например у некоторых составов заявленный ph он полностью соответствовал или очень близко было к тому что измерил сам прибор поэтому но вполне можно верить итак по серфикс hd у него ph в неразведенном виде то есть первым называть паша неразведенным а потом уже разведенные в той концентрации которые разводили и так паш в неразведенном виде у него составил 11 ну достаточно высокий сразу скажу что практически у всех очень высокий паш при этом произведенном видим 1 к 100 он уже понизился до 9 но уже что-то такое нормально и так концентрация 1 к 100 и что по нему скажу по степени очистки я вам поставил 10 баллов это единственный вообще состав который занял кстати первое место и процент и по степени очистки первоначальной грязи и по удалению самой пленки он действительно отлично все это чистит грязь он сразу тянет это прям заметно сам начинает сразу стекать и после смыла водой также поверхность максимально становится чистая и также пленка отлично разрывается там появляется гидрофоб то есть вот серфикс hd я отмечу это прям состав ну просто лучше тем более заметить что эта концентрация 1 к 100 да то есть это даже не 1 10 как вообще практически все состава гораздо слабее концентрации чистит он шикарно работает он кстати достаточно быстро виде эмульсии понятное дело что он наносится все с ним хорошо да то есть состав не очень понравился и по нему ставлю первое место и так дальше следующий состав это билд хампер touchless он там в конце также у него 5 литров это уже идет шуга бейс да то есть на основе сахара ну 1 конечно вы же это именно привож то есть это и как бесконтакт и как привож обычно его как бесконтакт вообще билд хампер он очень славится тем что у него все составы отлично отмывает ну и действительно в тесте это так и показалось по данному составу паш у него было мной измеренные 11 и в разведенном виде составил 108 то есть чуть-чуть понизился при этом у него заявленный паш 12 ну как бы очень достаточно близко по степени очистки я вам поставил 9 баллов за первоначальное и 10 баллов за удаление пленки он также как серфикс отлично все удаляет именно 9 баллов послабее потому что во первых визуально конечно когда наносишь он не сразу тянет к с то есть вот это можно отметить что он ему нужно немного поработать и даже если сравнить визуально с другими то есть первоначально он прям грязь не сразу тянет и кажется как будто он как-то слабее но стоит его смыть и там все становится шикарно чистит все прекрасно вот но такой момент я по нему отмечу кстати он наносится как бесконтакт в виде пены и у него пена слабая то есть как бесконтакт в плане пены он точно вас никак не удивит пена у него такая жиденькая да но как в виде эмульсии шикарно работает поэтому чуть послабее на самом деле я на него очень рассчитывал думал что он прям будет самые самые лучшие но тем не менее и писи до серфикс показала немного лучше результаты но по удалению пленки вот этой статики они работают одинаково максимальный балл у них я поставил далее по биот камбер еще есть это автобош это ручной шампунь это единственный из всего теста ручной шампунь и взял я вообще ради интереса ну бьет камбер славится что он хорошо отмывает вот почему бы и нет чтобы и ручной не насти как привож на просто ради интереса у него шикарная концентрация один двум тысячам но явно носил в концентрации 1 5 так очень меня удивил момент то что у него ph 9 с половиной и при этом в разведенном виде почему-то он повысился до 10 вот кстати отмечу еще такой момент что по некоторым составом в разведенном виде ph немного повышается не знаю может быть это какая-то покрышность то измерял несколько раз и получилось вот так в общем около 10 ph но это ручной шампунь то есть это просто не значит что там есть щелочь какая-то да это просто такая концентрация и именно такой ph что по нему отмечу чистит он для ручного просто шикарно я ему поставил 7 баллов отлично он все это отмывает грязь он сразу тянет пенится кстати он и вполне там неплохо но по степени очистки водной пленки вот именно на разрыв чтобы появился гитрофоб он работает очень слабовато я ему поставил три балла но в плане как ручной шампунь я считаю это просто шикарный результат сами можете подумать что это совсем не писи это никакой там не сильный состав это просто ручной шампунь который отлично будет вот ради интереса его взял по билдхамберу все отличные составы как сами понимаете чистят они шикарно дальше перехожу к шайни гэридж привож цитрус ойл тфр да это уже в чистом виде тфр трафик фильм ремоувер он на основу цитрусов его можно кстати наносить как в виде пены так и в виде эмульсии ну я наносил виде эмульсии в концентрации 120 здесь так и указано что концентрация один здесь 20 по пашу у него 11 высокий и также у него в разведенном виде он стал 11 и 6 но почему-то вот так что по нему отмечу шикарно работает поставил ему 9 баллов и там и там грязь он сразу тянет растворяет прям ее после смыва также поверхность максимально чистая конечно немного не дотягивает до серфикса но и тем более концентрация 120 до водную пленку он также развивает очень хорошо прям визуально это заметно поэтому и бал 9 так что этот состав не реально очень понравился шикарный это кстати первый также состав вот шани я до этого бренд этот не пробовал первое впечатление по нему у меня были ну как-то не очень потому что мне запахи это все не очень понравится по нему скажу что он ну нормально кстати пахнет тут цитрус неприятного запах у него точно нету нормально так что состав шикарный высокий балл занял дальше лаба косметика примус это у нас явный представитель привоша да то есть это бесконтактный шампунь от итальянцев он разводился в концентрации 1 к 10 здесь указано что это типа как летний вариант на зимний 1 к 5 но я выбрал именно 1 к 10 в целом можно здесь пробовать и другие концентрации по пашу у него 10 и 3 и 10 с половиной да то есть ну вот можно списать на покрышенность в общем 10 немного послабее чем у других представителей концентрация 1 к 10 повторюсь и по степени очистки я ему также поставлю по 9 баллов также очень быстро и очень хорошо работает с этим вопросов никаких нету состав не понравился я его сравню вот прям шани гардж до чистят они одинаково по степени очистки у них все принципе одинаково единственный момент шани я бы отдал вот чуть чуть побольше баллов потому что у него концентрация 1 20 и они чистят одинаково вот так что примус зашел ну по запаху это как без контакта я его не пробовал в виде пены а виде эмульсии хорошо ну вполне такой нормальный тоже запах точно не неприятный так что состав мне зашел дальше переходим к shine systems delicate wash это бесконтактный шампунь и российский у меня уже половина ушло на него делал уже тест шампунь мне тогда понравился он очень хорошо работает как бесконтактный шампунь и у него очень неплохая пена по нему говорят что он пахнет он вполне нормально говорят что он не особо деликатный кто-то говорит что он не деликатный кто-то говорит что он вполне нормальный концентрация у него была 1 10 и попашу я скажу что он 11 с половиной и заявляется у него также 11 с половиной причем в разведенном виде концентрация 10 паш не понизился он также составил один с половиной по данному шампуню скажу что он набрал в тесте 8 и 7 баллов чуть послабее он работает чем другие представители но также грязь очень хорошо тянет виде эмульсии также есть намек на какую-то пену то есть не просто там как жидкость такая стекает шампунь вполне неплохой ну и тем более по деньгам он достаточно дешевый поэтому его можно носить как виде эмульсии как привоз да и как бесконтакт он работает очень хорошо очень хорошо чистить также по водной пленке он как сами понимаете 7 баллов и достаточно высокий результат то есть он хорошо удаляет водную пленку дальше состав shine systems евро вошь это бесконтакт уже щелочной такой витренный ну возможно не самый сильный из всех бесконтактов от shine systems у меня лично был такой поэтому я взял его у него заявленный паш 12 но при этом по моим тестам 11 с половиной концентрации я взял 1 20 там принципе указано что можно брать и более высокую ну принципе 120 и я скажу что они чистят одинаково то есть как и деликейт этот евро вошь они по моим тестам как я их оценил 8 и 7 баллов вполне высокие результаты вот но деликейт и вошь мне почему-то больше как нравится все таки мне кажется он более деликатный хотя по пашу они все высокие вот ну евро вошь в принципе высокий балл по степени очистки дальше кох джи с это и пи сев в чистом виде паш у него говорится что 12 с половиной по моим замерам он получился 11 и 3 а в разведенном виде вообще 10 с половиной концентрация он право также один 10 по степени очистки он очень хорошо чистит я вам поставил 9 и 8 баллов в целом я его сравнил с шайни и примусом ну и также touchless хотя touchless немного по-другому просто работает это все-таки и пи си да то есть вот это разные представители то есть примус это бесконтакт шайни гараж этот фр джесс это и пи си три разных представителя и три разных состава которые работают по степени очистки в целом одинаково также по нему отмечу что у него вполне неплохой запах для щелочного состава то есть щелочью он там явно не пахнет это можно отметить плюс он кстати очень дешевый целом полный там рублей 600 он даже стоит то есть состав очень интересно в целом здесь почти все составы один литр да и в таблице я приведу разницу цен да за один литр по каждому составу коптом кстати занял достаточно высокое место по своей цене то есть он выгодный состав работает он очень хорошо мне очень понравился как чистит так что высокий балл он получил и мне он зашел кстати многие советуют и вроде даже здесь написано что его можно применять вместе с бесконтактом и ручным шампунем это как gsf да вместе смешивать чтобы лучше как бы первая фаза работал в целом вы можете его применять и как обычный и пи си и как привож он работает хорошо состав понравился дальше переходим к составам от форм хирус это российский бренд 1 пойдет это цитрус body это уже цитрусовый очиститель ну является бесконтактным да на основе цитрусов у него заявлены по h10 но по моим тестам он получил 11 и 3 и в разведенном виде 11 ну то есть чуть понизилась я провал его в концентрации 1 к 10 отмечу по нему сразу пахнет он вполне нормально неплохой запах но на камеру наверно будет видно у него все горлышко вообще потрескалось и это именно пары состава которая разрушает вот это горло это бутылка петовская обычная не химически стойкая и состав сильный и он разрушает и на горлышко такой момент я отмечу так что будьте в этом аккуратны что по нему по степени очистки 8 и 3 чистит он первичную играется очень неплохо да за что ему хорошо он работает но по удалению пленки всего три балла это очень достаточно слабо для такого казалось бы сильного состава и казалось бы он на цитрусов но пленку он не особо норовится удалять но в целом фактически как и деликейт ваш работают они примерно одинаково его можно принципе применять и как в виде пены и вот я применил его как привожь следующий состав это фом хирос крисмас фом это лимитка новогодняя отдельно на кстати не продается слабо щелочной состав для деликатной мойки паш у него заявлен 10 по моим тестам 11 и в разбавленном виде получилось также 10 разбавлял я вот так же один к десяти также отмечу что пары разрушают горлышко будьте с этим аккуратны по запаху ну мне вообще не нравится какой-то вот у хвойный лес мне этот запах не понравился в этом на любителя пенится он неплохо до по степени очистки то же самое что и цитрус боди я поставил ему 8 и 3 балла так что они работают примерно одинаково но отмечу что цитрус боди чуть получше тянет крис изначально чем крисмас фом вот такой момент хотя очистит они одинаково дальше еще один состав фортфом хирос это джусит цитрус это и писем на основе цитрусов очень всем полюбившийся состав действительно прикольный по пашу семь с половиной и семь с половиной в разбавленном виде действительно деликатный состав один из немногих кстати он и пахнет очень прикольно апельсином таким классно за концентрацию него было один к пиким послабее и по нему скажу что он мне вообще не впечатлил и прям очень слабо очень слабо он чистит грязь и я вам поставил 2 и 1 это фактически это все худшие из всех и один из худших грязь он по картинке вам покажу конечно очень слабо растворяет первичную особенно если ее много то вообще никак эта концентрация кстати 1 5 то есть если сравнить например с тем живут крисмас фом или цитрус боди концентрация у них даже слабее но прям это вообще небо и земля он не чистит ну а водную пленку он вообще никак не растворяет то есть просто 0 так что вот такой состав действительно нейтральный и очень слабостью растворять вот это и писем следующий состав это биндер премиум нейтрал привож цитрус это деликатный состав как он заявляется на основе цитрусов это привож то есть его можно носить и как в виде пены и также как и обычный состав как привож действительно деликатный состав 6 и 7 по пашу и в разойденном виде 7 ну можно списать на какую-то покрестность то есть это полностью нейтральный деликатный состав разводился он концентрации 1 к 10 по запаху скажу что он очень неплохо пахнет это радует ну по степени очистки я ему поставил 7 и 7 то есть он уже послабее гораздо работает чем другие представители водную пленку он в целом нормально разрывает но уже не так активно как другие составы но за счет того что он нейтральный я считаю что это очень даже хороший показатель фактически он отработал как of the wash ручной шампунь состав в целом мне понравился но признаюсь немного ожидал его большего но тем не менее очень хорошо растворяет крась и состав деликатный вот чего не скажешь про juicy citrus на концентрация у них разные паш нейтральные но тем не менее этот вообще никак не отработала этот очень хорошо так что есть к чему стремиться напомню это корее и это подразделение от фаербола так что биндер делает очень неплохие составы следующий состав это биндер биндер премиум привож это уже в виде привожа на состав он не наносится как без контакта он наносит именно в виде эмульсии этот состав уже не относится к нейтральным он по пашу 11 причем в разведенном виде также 11 концентрация 1 10 по запаху я отмечу что он ну кстати нормально он пахнет для фактически щелочного состава бутылочка пэт бутылочка hdpe кстати оговорился концентрация у него 1 к 30 до здесь именно написано от 1 30 до 1 к 50 концентрация 1 к 30 и в отличие от нейтрального состава за счет того что здесь видим более сильные ингредиенты и концентрация повыше даже пониже то есть в итоге чистит он одинаково как и премиум на этого привож поставил я им обоим по 7 для первичной очистки и для удаления пленки так что состав мне это тоже понравилось но немного ждал от него большего да вот например вот шайни почему-то показал гораздо лучше результат чем данный состав далее состав р кастом с бэд бойс это англичане совместно с поляками состав traffic film remover этот фр в чистом виде по нему скажу что он паш 14 в очень высокий кстати самый высокий по пашу из всего теста по крайней мере он так заявлен но по моим измерениям у него получилось в районе 11 участвовал в концентрации 1 к 10 по нему отмечу один момент он дико воняет вот просто какой-то кошмар видимо видимо пашу 14 не дает просто вонь вонь стоит и прямо когда чистится тоже вон чистит он неплохо по баллам 8 и 7 чуть получше чем данный состав хотя эти вообще не пахнут этот пером воняет вот этот момент я отдельно отмечу потому что когда носите запах тоже стоит и не очень приятно но чистит он неплохо вот паш высокий скорее всего там какая-то щелочь есть состав ваш дпе химически стойкая бутылка вообще немного опасно этот состав применять мне кажется у него сказано что можно даже разводить 120 для керамических покрытий чтобы было более безопасно но один 10 работал так что состав я бы не сказал что мне он понравился чистит неплохо но воняет и как-то реально боязно вот его воспользовать но тем не менее так что состав вот так дальше состав англичане авто про директ и мы джи форм кастер шикарный лимитированный состав хотя на самом деле не лимитка но очень классный по внешнему виду по запаху я также сразу отмечу ну такое как бы приглушенная какая-то щелочь есть состав ваш дпе по пашу 10 с половиной и 10 и 8 но можно списать на погрешность концентрация у него один к восьми не один десяти и не один к пяти ну какая заявлена такую и применил этот состав также отмечу у него особенность он очень хорошо пенится то есть это как и бесконтактный шампунь ну и как я его носил в виде эмульсии и в виде эмульсии он все равно классно пенится еще один момент отмечу что он желтый это единственная вообще из всех составов желтая пена также еще один момент отмечу то что он очень долго находится на кузове даже в виде эмульсии прям стекать вообще никогда не спешит и не торопится так что виде пены он работает шикарно никуда не сползает долго находится на кузе вы его быстрее смойте чем он сползет ну смотрите там спустя пять минут как здесь вроде как указано опять 10 минут 10 минут он кстати тоже держится так что вы быстрее смойте состав мне понравился чисто он очень даже хорошо по степени я ему дал 8 баллов за первичную очистку но дорожную пленку он удаляет слабенько 3 балла всего лишь ему поставил так что вот так ну как бесконтакт вопросов нет шикарный как принципе и многие составы отработал на 8 баллов это высокий результат став не понравился дальше состав так систем ультра фон это нейтральный бесконтакт не смотреть что у меня полный потому что состав не очень нравится потому что он постоянно густеет я добавляю дистиллированную воду чтобы он хоть как-то там что-то с ним произошло и зачем вообще густеющий пергустеющий очень странный состав но выглядит когда его взболтаешь достаточно прикольно пахнет он каким-то медом по данному составу он действительно нейтральный семь с половиной у него ph и в разведенном и неразведенном разводил я его в концентрации один к десяти нет один к пяти извиняюсь один пяти то есть послабее в принципе его можно разводить даже один к семьи но взял им на один пяти потому что он все-таки нейтральный и посмотреть как он работает пенится он виде эмульсии так себе прям скажу так себе виде пены он вообще у меня не пенится так что мне он и поэтому вопрос не понравился но по степени очистки я ему поставил 6 и для нейтрального состава это достаточно тоже неплохой результат 6 баллов а по удалению пленки я им поставил один один балл это значит ноль вообще никак ничего не удаляет ничего не разрывает ну сами понимаете это нейтральный состав хотя другие составы некоторые нейтральные они работали получше так что вот такой результат по нему состав ну не зашел я не знаю почему он и в виде пены не очень и как-то ну так себе в общем не мое дальше состав от карпро это бесконтакт привож состав лифт это принципе щелочной его можно носить и виде как без контакта в виде пены и как привож по пашу он заявлен что он 12 по моим тестам он получил 11 и в разведенном виде 10 и 4 чуть послабее концентрация ему делал один в 10 по запаху скажу что он вот так вполне 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 нормально пахнет неприятно неприятно так себе не раздражает по крайней мере по пене когда без контакта наносится что-то такое чуть выше среднего по эмульсии ну стекает он плюс-минус среднее значение чистит он неплохо но ничего выдающегося нет по баллам я вам поставлю 5 за первую оценку и один за вторую то есть дорожную пленку он не удаляет статику он слабо снимает мы в целом как бы ожидать от бесконтактных шампуни что они будут снимать статику но не знаю но тем не менее чистит он среднем 5 баллов это ну средний результат не выдающийся но тем не менее вот так систем почему-то чуть получше почистил чем он так что вот такой состав дальше состав гейон фон аналогичные принципе как у карпро также это привоз наносится и в виде пены и как эмульсия в виде пены он по моему чуть получше пенится чем карпро в виде эмульсии работает абсолютно одинаково по запаху там тоже в принципе также по пашу все аналогично все то же самое они и в химических стойках тарах у них по 11 11 с половиной паш у данного состава я делал концентрацию 1 к 5 в отличие от карпро и и по очистке он чистит хуже прям заметно хуже чем карпро я поставил 4 балла за первую оценку и за вторую единичку пленку он не удаляет 4 балла это уже слабенько это прям визуально видно что он чистит слабо так что ну не зашел целом следующий состав это и писи от геона это универсальный очиститель уже данный состав идет по пашу также один с половиной десять с половиной в разведенном виде концентрации ему делал один к пяти и по нему скажу что это дно просто дно он ничего не очищает я вам поставил 3 балла за первую оценку за вторую единицу то есть это вообще не карпач ну чуть получше чем цитрус juicy цитрус еще хуже чистит честно от него ожидал гораздо выше результаты но нет так что не знаю он кстати еще очень дорогой почему-то в россии не знаю почему но как привозь это не берите точно он работать очень никак не будет так что вот такой состав не зашел ну а как в целом почистить как и писи им поработать вопросов нет чистит он очень достойно были либо по салону там каких проблем нет но именно удалить большие загрязнения с кузова не пойдет дальше фаербол сноуфоам это нейтральный бесконтактный шампунь шикарнейший шампунь супер пена я про него снимал видео мне он очень зашел и поэтому я взял все линейку фаербола состав действительно шикарно пахнет он супер супер виде пены наносится он прям очень густой пеной держится он также очень хорошо но решил попробовать его как привозь чистит ли он в виде эмульсии ну по пашу у него кстати шесть с половиной шести два это немного ниже чем нейтральный но тем не менее несколько раз перемирал именно шесть то есть он уже ближе к кислотным шампунем концентрации я ему прав один к десяти и по степени очистки он занял два балла и один бал ну тут конечно претензий к нему быть не может это нейтральный состав полностью чистит он как бы конечно он чистит слабее чем и так систем хотя он тоже нейтральный и чем как прочим гейон послабее ну в целом как вот juicy citrus даже в концентрации посильнее такие результаты пленку он не удаляет дорожную то есть гидрофоб от него и статика не уперется гидрофоб не появится если он где-то подсел но как нейтральный шикарный и в виде эмульсии кстати отмечу что он также отлично пенится так что очень пенный и такой прикольный шампунь но чистит слабо дальше еще один состав и нейтральный это я на глаз но это еще один шикарный шампунь который мне очень нравится в виде пены он дает густящую пену шикарно шикарно пахнет кокосом мой любимый аромат кстати это сноу фон привож да то есть как я уже в начале видео говорил сноу фон и как привож ну как привож он выступил в виде эмульсии неплохо он кстати также держится на поверхности у него по пашу 6 и 3 и в разъеденном 6 достаточно интересно тоже кстати вот и с фаерболом и с данным составом удивился он почему 6 почему все таки ниже чем нейтрально но видимо что-то ближе к кислотному возможно в составе что-то такое есть и как раз таки это именно для очистки по концентрации он уже шел также 1 к 10 и виде пены он наносит 1 10 и виде эмульсии также нашу нанесся 1 10 что по нему отмечу что он и здесь удивил потому что он очень хорошо работает я вам поставил 6 баллов и 2 то есть он имеет какой-то намек на удаление пленки что-то там начинает уже такое появляться и ну шикарно то есть для такого состава нейтрального который полностью безопасен для всех покрытий это первым сто процентов шикарно пенится шикарно пахнет очень хорошо чистит так что состав действительно понравился но это английский пред следующий состав и его полный аналог по составу ну то есть по ингредиентам это туда juice apple iphone сноу фон привож принципе все то же самое пахнет он из бутылки каким-то ну типа яблоко но горячая скажем такой запах если можно как-то описать и какой тут сваренное яблоко но при этом когда наносится он пахнет именно яблоком на чуть ли хорошо хотя стерна с кокосом зашел больше по запаху здесь все то же самое в принципе что ожидать есть состав одинаковый по прошу все аналогичная концентрация также дело 1 10 я его еще не пробовал в виде пены будет большой тест dota juice ну а в виде эмульсии нанес все то же самое как у стерны и по степени очистки по работе одинаково 6 баллов за первую оценку и 2 балла за вторую так что составы одинаковые но тем не менее данный состав стоит дороже это к слову о том что стоит ли переплачивать следующий состав также от dota juice это iphone макс тфр сноу фон привож это бесконтактный шампунь ну считается как тфр и сноу фон и переводишь короче все здесь намутили все что есть но это бесконтактный шампунь идет в химической стойкой таре hdpe состав сильный у него ph 11 и как не один к десяти пахнет он не очень хорошо щелочь щелочь просматривается по работе 8 баллов и 3 так что чистит он очень даже неплохо и 3 балла он целом как нейтральный состав удаляет пленку но что можно считать то есть все таки вот если выбирать например данный состав либо нейтральный естественно перед ней нейтральный потому что по степени очистки немного этот получше но все вас крайне самые какие-то у вас покрытие этот прям будет сносить хорошо ну и пахнут он не очень стоит он кстати очень дорого это фактически чуть ли не один из самых вообще дорогих из всех так что вот такой результат ну чистить неплохо но не впечатлен за такую цену прям не очень и еще один состав это уже последний dota juice крат зила это цитрус тфр тфр на цитрусах состав не сказано что его нужно разводить но тем не менее 1 к 10 он выступил по прошу у него также 11 как не разводи все равно 11 вот к слову что 11 да и здесь и 11 у айфон макса там щелочной состав важны при этом и здесь типа ничего что и потому что на цитрусах и бутылочка обычная стандартная пытовская по запаху отмечу что он ну неплохо целом пахнет неплохо хотя цитрусовый есть получше это например вот этот пахнет получше вот этот прям заметно лучше примерно как цитрус бани вот что такое по деньгам кстати тоже не дешевый состав вообще и так по работе ну вначале нанес его он по работу и 0 вообще ничего не чистит я вам поставил один балл это худший состав по удалению от первичной грязи это прям лучший состав из всех он вообще ничего не удаляет но тем не менее я смыл и как бы потом нанес на эту поверхность и другие составы они шикарно отработали все там убрали его нанес именно на поверхность где прям мало закрестений и потом я понял вот для чего он подходит и там он отлично удаляет именно вот эту пленку статику меня поставил 9 баллов за это но состав довольно таки странный вот по первичной грязи вообще ничего не удаляет но если какой-то слой грязи снять и нанести именно на пленку копирот осталось да вот это все когда он хорошо очистить то есть вопрос когда его наносить и действительно вопрос странно потому что тфр составы превоши они наносятся в начале то есть на самые грязные участки нанесли подождали смыли либо сразу накинули пену это все отработало и смыли да но здесь если его нанести на грязные участки он ничего с ними не сделает нет работает никак и получается мы нанесли нейтральный какой-нибудь бесконтакт да он отработал например вот данный состав примеру да он нейтральный да или тот же тот джуз нанесли его он как-то смыл первичную красть там всякую пыль и так далее посмотрели что у нас осталась вот эта пленка до чтобы сразу же ручным по ней не работать да потому что например там много еще загрязнений осталось наносим его он отлично это все удаляет и потом приступаем к маке то есть вот такой состав ну не знаю странно очень странно все наконец-то закончил по всем стал все 24 состава очень большой получился теста очень долгие надеюсь вы не устали но действительно очень интересно и посмотрел и обычные и писсии которые в целом как бы не подходит для этого но вполне их можно наносить и без контакта и пиферы как бы в чистом виде именно состав вот для удаления это и нейтральные бесконтакты и ручные которые также очень удивили вот такие получились результаты но опять же повторюсь именно на деликатность то есть как работают с восками там или еще с селантами и с какими-то другими такими покрытиями не очень стойкими в данном тесте я не сам то что у меня керамика ей хоть бы что никаких проблем нету но вот зато на ней очень хорошо смотреть именно как вот гитрофог то есть когда пленка вот разрывается появляется капелька на видео это кстати будет видно вот этот момент прям сразу заметен потому что если допустим авто без покрытия ничего такого заметно не было ну а здесь все видно также вставлю картинку сравнительную до всей таблицы со всеми составами там и концентрация будет и цены и балл по ценам и в целом итоговый результат ну и давайте подведем вообще итог build hammer ожидаемо шикарные составы для мойки если вам нужно все отмыть берем build hammer и результат будет шикарный все отмывает самые лучшие целом результаты по степени очистки даже ручной шампунь который вообще не предназначен для этого отлично подходит дальше составы от shine systems неплохо очень неплохо за свою цену работают очень хорошо так что без проблем берете и как бы проблем с ними вообще не будет работает очень хорошо по деньгам также очень выгодно дальше составы от phone heroes ну в целом неплохо очень неплохо хотя признаюсь от juicet citrus я ожидал большего но тем не менее но почему-то нет почему-то он для этого не предназначен но как и pc как пахнет вопросов нет очень популярный состав ну для таких вещей его брать не стоит вот берите лучше citrus body потому что christmas foam его не взять он так не продается лимитка уже ушла давно из продажи так что ну а citrus body он продается так что состав нормально работает дальше ну пойдем по порядку бинтер очень неплохие составы ожидал я от них немного большего скажу честно но в целом по деньгам они нормально стоят и очень хорошо работают выделите какой-то из них наверное не могу но все-таки нейтральный состав он нейтральный он нормально к защитным покрытием так что вот его наверно отмечу как баллом повыше что все таки получше следующий состав fireball по нему также без вопросов шикарный состав и по запаху и по пении и по всему но для таких вещей его не подходит все таки именно если у вас грязная машина то такой состав не берите удалять он будет слабенько дальше так систем ну и сказать что он и поразил и сказать что он снова не удивил в общем очень странный состав чистит он неплохо ну скажу что чисто неплохо все а в целом по его работе мне он не нравится постоянно кстати густеет вот сколько ему использовал уже примерно половину я его использовал половину же добавлял дистиллированной воды и он постоянно густеет и но зато постоянно его можно пополнять ну странный состав реально страны дальше bad boys ну не зашел вот реально скажу не зашел потому что запах ужасно просто самый жуткий истек вообще и учись это он неплохо но он не знаю он опасный вот могу так сказать page 14 опасно так что вот такой шайни гараж удивил удивила действительно прикольный состав чистит он очень хорошо так что вот его совету по очистке там брать стоит дальше автопрайд директ шикарный состав чистит он конечно не супер да но для сильных разных его наверно можно и не брать такие средние закреснения это да это к нему и пена если хотите много пены есть хотите желтой пены берите его состав шикарный упаковка самая красочная всех отмечу этот момент состав понравился дальше примус от лобокосметики также он удивил по кстати лобокосметики также будет большой тест так что ждите и удивил чистит он очень хорошо целом как шайни гараж два состава вот прям я отмечу высокими результатами они очень хороши но шайни гараж повторюсь концентрация у него 120 они 110 так что он чуть 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 получше по почистке дальше от гиона и фом и писи но там очень слабо слабо и писи прям очень удивил негативом потому что ну я ждал от него гораздо большего результата ну можно сказать что это вообще куча состав из серии особенно всего это кстати самодорогий состав вот по фому ну так тоже ничего не чистит карпро лифт чуть получше чем гиона фом но также ничего особенного green star от коком да кстати вот этот состав мне понравился чисто очень хорошо также вот на уровне как шайни гараж и косметика отмечу его тоже высоким баллом так что берите и стоит он взять и дешево дальше туда джуз и удивил и немного горчил по нейтральному составу хорошо ну в целом лучше взять наверно стерна глаз по деньгам выгоднее по без контакту и тфр огорчила на самом деле особенно тфр получи ничего не чистит без контакта как бы неплохо чист да но он не особо деликатный так что вот такой получился тест вы уже делаете выводы сами надеюсь он был очень полезен и очень интересный и у очень долгий но тем не менее полезный тест я сравнил все вообще возможные составы очень много получилось так что подписывайтесь на меня ставьте лайки также подписывайтесь на телеграм-канал там тоже очень много всего интересного всякие новости выходят пишите комментарии если у вас остались какие-либо вопросы по данным составом либо там у вас какие-то еще есть вопросы так что всем пока и до новых встреч удачи и